В этой квартире почему-то нету чайника и турки, поэтому мы вот так вот в маленькой кастрюльке варим кофеёк. Кофеёк сейчас прям очень нужен, потому что вот вообще они выспались, хотя я вчера даже не стал ничего монтировать. Поставил только на оптимизацию видос и всё, и пошёл спать. Опять-таки спали плохо, потому что, видимо, вот это вот перелётное состояние, оно, конечно, всегда будоражит. Вот поэтому сейчас, ну ты чего, вот мама. А что сделал? Всё сделал, всё сделал. Так, что-то напугался. Я уже почти убрал всё в чемодан, осталось только добудиться мальчишек. Пацаны, эй, Родион, ты буянил вчера вечером? Ну-ка, вставай. Артём, 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 вставайте. Быстрее. Давайте бабушки. Бабушки, эй, 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 просыпайтесь. Мы, друзья, готовы. Погнали в аэропорт. Тут мы уже и на улице. У нас есть, стой тут, замечательная кнопка, сразу возле отеля. Я надеюсь, сейчас приедет какая-нибудь нормальная машина побольше. А пока вообще, конечно, как говорится, глубокая ночь. Ну так для нас точно, мы так рано вообще давно не выходили из дома. Так, я надеюсь, это не за нами, это за нами. Так, блин, корыто какое-то. Ну ладно, сейчас будем пробовать поместиться. Это цирк на колёсах называется. Мы пытаемся залезть. Как вот, они же порастеряются все. Не, ноу-ноу. Нет, это в салон можем, ноги. Слышь. Да ты успокойся, Слава. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Я что, я хочу, если бы ты не хочешь? Да я понял, ладно. Он он. Сейчас. Идите, сидите с ними. Мы прибыли в аэропорт Анталии. Я вот думаю, нужно взять тележку. Платные, они бесплатные. Интересно мне знать. Да, они бесплатные. Мы сейчас на неё как раз сложим все чемоданы. И будет нам, конечно, гораздо удобнее. За такси вышло 85 лир. Мы отдали 75 плюс 1 доллар. Фу. Блин, слушайте, перелёты. Это, конечно, очень сложно. Вот так это у нас всё выглядит, ребятки. Три чемодана на этой штуке. Пацаны Родиона попросили встать. Сейчас нам нужно найти, где наш самолёт. Фигасус, Настя, вон наш. Так, всё, быстро ищем. Так, первый чемодан у нас 15-700. Поехал, я его скотчем обмотал, чтобы не развалился. Я подписал бумагу о том, что у нас оторвана ручка. Вот, что-то типа к ним претензий не имею. Второй чемодан у нас тоже 15. И грузом третий. А третий у нас 18. Самый тяжёлый. Всё, друзья мои, самое сложное позади. Мы сдали багаж. Это вот самое, что может быть, когда особенно очень много сумм. Нам дали посадочные талоны. Детки, как вы себя чувствуете? Нормально, Тёма? Всё хорошо? Да, всё просто, я хотел спать. Сейчас идём на паспортный контроль. Проходить так называемый зелёный коридор. Вот, ну и дальше подключимся. Мы прошли транспортный контроль вообще быстро. Просто, я не знаю, минуту времени он просто шлёпнул в печати. И всё. Сейчас грузимся снова на ленты. Вон впереди дьюти-фри у нас. Одна лента, к сожалению, работает. Ну ладно. Вот в Турции второй раз отсюда уезжаем. И проходить, конечно, кайф на нафиг. Впечатления свои. Натрепали мы его медвизором. Просто взяли, прям взяли сразу в руки, прям забрали. Даже нас не досматривали, они просто схватили маленького и давай его трепать. Тут подошёл ещё один, но женщина сначала взяла. Ой, короче, весело. Всё вообще. Ой, я забыл чемодан оставить. Держи. Треплюсь с вами в камеру, а эту штуку забыл положить. Так, мы, в общем, в этом дьюти-фри. Вот тут есть Бургер Кинг. Но мы, как настоящие, свои русские ребята, мы просто взяли с собой вот столько еды у нас просто пооставалось. Мы ещё вчера булок-то накупили. Вот. И как бы поедим всё это, всё это дело. Фух, и всё. Ожидаем теперь вылета. Вылет у нас в 9 утра, а сейчас на часах, сейчас вам скажу, 7.20, то есть ещё полтора часа, и взлетаем. Стоим возле Бургер Кинга, и в голове срабатывает математика. Сколько же будет стоить накормить мне всю семью? В среднем бургер стоит где-то 12 евро. Ну, будем считать, что 10. Итого у нас 4 человека. 40 евро. Плюс ещё напиток по десятке. Представляете? Чтобы накормить мою семью, нужно, грубо говоря, 100 евро в аэропорту. 100 евро! Обалдеть! Хорошо, что у нас с собой сумка с едой. Сейчас своё похаваем. Не, ну это очень много. Но реально, когда путешествуешь один, это как бы всё ништяк. Но когда у тебя спиногрызы хотят кушать, да, за 10 евро бургер, да, сыночек? Жесть! Мы, в общем, в зале ожидания. Стоит самолёт. Не факт, что это наш. Мы вот так вот разместились. Здесь почти никого нету. А вот за стенкой там, конечно, много людей. Полный чемодан еды. Булу вчера накупили. И мальчишки сидят уже, кушают. А у нас, как всегда, нет аппетита. Вот. Обычно всегда вот эти вот моменты, они такие тревожные. Поэтому не кушать вообще не охота. А вот пить хочется. Поэтому мы только дуем воду. Такой здесь есть терминал. Хорошо, что мы взяли воду с собой. Хочу вам показать турецкую водичку. Смотрите. Стоимость. А где на сенту стоимость смотрела? А, вот, смотрите. Смотрите, стоимостью 2 евро. Смысл в том, что вот эта вода в магазине в турецком, она стоит 95 курсов. То есть это даже не стоит 1 лиры. А закупки, грубо говоря, в магазине в рознице 6 рублей. А здесь 170. Охренеть, Маржа, да? Нам уже на табличке обозначили номер выхода. Вот он, 12. Поэтому я иду забирать своих. И мы идем к 12 выходу. Потому что мы сидим вообще возле 9. И здесь в аэропорту огромное количество пенсионеров. Посмотрите. Вот все там, что люди. Это пенсионеры, прикиньте. Вот мы уже возле 12 выхода. Здорово, что мы не будем на автобусе передвигаться. Наш самолет уже стоит. Грузят в него даже уже багаж. Скоро мы пойдем. Ну все, мы уже в коридоре. Настенька вперед ушла. Там кричат дети очень сильно. И мы как бы отправляемся. Так, лифт. Ну ладно, так спустим. Дальше двигаемся. Идет пульс. Вот он идет. Проходи, проходи, Артем. В 9 ждал вас есть. Ребят, ребята. Артем, Родион. Так, вот здесь прям прохладно в этом коридоре. Уже включился двигатель. Так, все. Залетели. Здравствуйте. Так. Садись. Садись сюда. Иди быстрее садись. Говорю, люди идут. Опа. Так. Я же хотел вам показать горы. И вот только, когда сели в самолет, могу показать. Со мной пока никого нету. А вдруг никого и не будет. Мы когда сюда летели, у нас в самолете, по-моему, только наши были дети. И еще один, чуть-чуть постарше. Сейчас самолет вообще забит детьми. Вот, получается, седьмые. Вот здесь дети. Самый мальчик, который кричал там, пока мы ждали, он уже прошел туда. Короче, детей сегодня прям. Надеюсь, полет пройдет нормально. Лететь почти 4 часа. У нас уже проходят, закрывают эти шкафчики. Детей много, все пищат, перещат. И наш, конечно, начинает их тоже, короче, подплатывать. Но я надеюсь, все будет нормально в полете. Мы снова купили детям чупа-чупсы на взлет. Чтобы они себе уши успокаивали. Все, мы на низком старте. Взлетаем. Отлично. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Весь самолет начал кушать, и мы не исключение. Вот Мирончик уже поел, теперь Настенька. Пацаны свои чупики долямкали. Сейчас тоже по булочке, и будем спать. У нас здесь есть менюшка. Давайте я вам покажу по ценам. Чай 5 евро. Есть даже алкогольные напитки. Вот такие. Смотрите, комплексный обед 12 евро, 17 евро. От евро, ну, смотря на чем заказывать. Вот, и еще... Есть всякие бутерброды. Все в евро. Я заказал Настенький чай. Я, правда, не знаю, сколько он стоит. Дал 5 долларов, она мне что-то говорила на своем, но я так и понял. Но они уехали. Возможно, принесут сдачу чуть-чуть побольше. Наверное, не может чай стоить 5 долларов. Но если стоит, это самый дорогой чай, который я покупал. Просто пакетик. Просто кого-то Липтона. У нас есть молоко в сумке. Мы сейчас молочко сюда еще нальем. И Настенька попьет чай очень вкусный. Летим над облаками, двигатели, солнышко. Класс, просто такое одеяло. Самолет был пустой. Мы нашли несколько рядов пустых вообще абсолютно. Я сюда привел Родиончика. Он должен поспать. Артем не согласился. Остался там с Настенькой. Но я хочу тоже выспаться немножко. Нам осталось лететь ровно час. Родиончик у нас пошел уже на второй сон. Концерта не было. Вот он дал понять, что он хочет спать. И вот Настенька его взялась укладывать. Надеюсь, проспит до самой посадки. Ну вот мы и подлетаем уже. Как ты сказал. Были облака. А сейчас уже... И благодаря мне это все. У нас даже зимней обуви нет. У нас даже зимней обуви нет. Проснулся Родичка. Поспал. Молодец. У нас самолет идет на снижение, на посадку. И здесь уже прошлись. Сказали, что нужно пристегнуться. Мы пристегнулись. Сидим отдельно. Сейчас пойдем. Вид из нашего иллюминатора. Я вам кадры показывал. Какое яркое небо было. Что-то виднелось. А вот все. Мы к Москве подлетаем. Посмотрите, какие густые облака над областью. Конечно, капец. Смотри, все опускается. Смотри. Смотри, какие они. Смотри, смотри. Вот-вот-вот, смотри, смотри, смотри свое. Прямо в тучу зашли. Реально. Вот это да, видишь? И самолет начинает потряхивать. Турбулентность разум. Вот так вот. Прямо в тучу летел. Очень плотные облака. Сейчас самолет дал грен. Я немножко даже землю разглядел. Сейчас будем из них выходить. Вот она. Виднеется земля. Ух ты. Как снежно там, видишь? Вон они, деревья уже. Вот это слой, конечно, над Москвой висит. Да-ня-ня. Турбулентность разум. Турбулентный Hospuch Мирит. Субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это он тормозит по льду, да, Родион? Как тебе посадка? А? Хух, ну что, мы в Домодедово. О, какие закрылки, резкий тормоз сейчас был. Пустота. Все, мы приземлились, кто-то вот хлопает. Только пилот все равно это не слышит. Все, мы уже в полном сборе. Весь самолет он активировался. Все начинают выходить. А я забыл вставить сим-карту русскую в телефон. И в итоге у девушки просил телефон, чтобы отцу написать смс, чтобы мы прилетели, чтобы он мчался нас встречать. Нам не выдали сейчас коляску. Сказали, возможно, будет на ленте. Ну, посмотрим, конечно. Очково. Мы, короче, здесь у Насти попался какой-то стажер, который задавал кучу-кучу вопросов. А что так долго там были? А где отдыхали? Отдыхали ли? Сын ваш? Нет, кто-то брала в Курции. Короче, еще тысяч вопросов. И очень клевая тема в том, что нас разделили обычные пассажиры, пошли на второй этаж, а нас с детьми оставили на первом и пропустили отдельно. Соответственно, мы все, мы быстро вот уже ждем багаж. Мы получаем багаж. Я, в общем, увижу уже наш один и еще два чемодана. И самое главное, самое главное перешить, конечно, с коляской. Самое главное, что наша коляска здесь. Единственное, что вот нам этикетку приделали. Этикетки вообще не было. Все, это самое основное, что у нас есть. Сумка Миронечка. А, не, он приклеил. Да, но это потом. Это они с нами. Так, один чемодан получили. Я, кстати, вот так сделал, скотчем обмотал, чтобы он не развалился, бедолага. У нас такие яркие чемоданы. Их, конечно, неплохо так вшатали. Вообще капец. Ну да, мы в этот раз не замотали. Их, конечно, да. Нехило их шисть теперь потрепала. Стали похожи на этот. Э, вы чемодан еще кто же бросили, пацаны? Короче, парни вообще убежали. Вон, дедушка их встречает. Здорово. Привет. Как же у вас сера? Дедушка, как мировончик. А мне 4 месяца. А ему сегодня уже 4 месяца. Это дедушка, какой капюшон здесь и медь. Осенним за ним. Так, ну все, мы прибыли. Пойдемте морозить задницы. Учитывая, что мы вообще на летней одежде. Мы выходим. Тащу 2 чемодана, еще и стараюсь снимать. Друзья, это минус 7. Вроде как. Все, пойдемте быстрее, это машины. Амирджи, ну ты будешь одевать что-нибудь? Мама, елка. Да, аккуратно, смотрите, не поскользится. С аккуратно, наверное. Вот, Артем, я же тебе сказал. Вон сюда, пацаны. Это вообще капец. Слушайте, я не знаю, из такой погоды вкрытать. Минусы, это, конечно, жесть. Ну ладно. Нам, конечно, нужно было приехать в Москву. Хух, слушайте, сразу нос потек. Давайте сейчас быстро просто в машину прыгайте. У нас вся зимка там, шапки. Хорошо хоть солнышко. Давай, давай. Видишь, как я ее нашел? Едем в гости к родителям на неопределенный срок. Все остальное в следующих выпусках. После этого выпуска, друзья, будет еще материал из Турции. Поэтому я сам с удовольствием еще позалипаю на теплоту, на те красоты, а не на вот эту вот серость. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok